Всем доброго времени суток, уважаемые подписчики канала! Сегодня речь пойдет о тепличном деле, то есть тепличка на 26 июня моя. Здесь у меня в этом году посажены огурцы, вот уже они на цвету, готовятся к плодоношению, уже плодики есть. Это на центральном стебле партенокарпики, даже корнишоны я высаживала в этом году. Здесь отдельно ведерко посадила, места не хватило, надо подпереть колеусы. Это у нас помидоры. Обязательно сейчас самое главное в уходе за нашими перчиками, помидорами и так далее, это теплицу мульчировать. Жара днем, быстрое испарение влаги это раз, во-вторых фитофтороз быстрый, это два, если не замульчируем. Вот я мульчирую сеном. В этом году посажено все поздно. Я имею в виду в теплицу, рассада пересидела, поэтому не очень хорошая, на мой взгляд. Хотя помидоры уже оправились, вот они. Так, кусты довольно-таки крепкие, мощные, хорошие. Здесь у нас, как видно, сразу же по кустам, это у нас детерминанты, непосынкующиеся сорта. Многие гибриды перцев. Также у меня есть, они отличаются сразу вот своей уже коренастостью сорта, которые низкого роста, детерминанты, да, от сортов, которые вот, конечно же, высокорослики, детерминанты. У них более слабее ствол, так скажем он, и они более вытянутые. Их длинные междоузлия, то есть вот междоузлия здесь уже длиннее, чем вот здесь у нас на детерминантах. Мои помидоры тоже, так сказать, очухиваются, набирают уже не только цветочки, также плодики есть на некоторых. Вот. Здесь я сажала острые перцы, которые уже не год выращиваю отдельно. У меня черный перец, черной листвой, вот такой шикарный он вырастает потом, особенно когда в плодоношение вступает красиво. Сейчас самое главное, это еще раз повторюсь, мульчирование по всей теплице. И обязательно, я еще не успела, вот только середину замульчировать. Мульчировать можно опилками, можно мульчировать с сеном, соломой хуже. Сено дает сенную палочку, еще раз повторюсь, это фитофтора убирать. Тем более в регионах севера, приравненных к крайнему северу, мульчирование обязательно, так как, еще раз повторюсь, из-за холодных ночей у нас может фитофторос быть. То есть, и еще один момент. Полив обязательно делаем утром. Вот сегодня я сделала вечерний, так как, ну, тоже времени утром не было. Но правильно поливать именно утром, связано с тем, что не образуется конденсат на ночь. А потом, когда этот конденсат утром начинает оседать на помидоры и перцы, это еще один вариант развития фитофтороза в теплицах. А нам нужно как можно дальше его оттянуть по времени. Он будет, конечно же, но лучше, чтобы он был у нас в августе, так сказать. Второй момент. По помидорам подкормка была только одна. То есть, я подкармливала настоем коровика. Один раз перцы подкармливала настоем травы. Вот. Перцы у меня в этом году тоже, они уже образуют. Но еще раз говорю, рассада пересидела. Соответственно, она вымучивается. Вот были заморозки. То есть, это вот говорит о том, фиолетовый лист, что у нас не усваивался фосфор. Или фтор там. Забыла. По-моему, фтор не усваивается. Фосфор, фосфор не усваивается. Вот. Перчики уже есть у нас. Но не очень мне нравятся в этом году перцы. Только-только набирают силу в конце они июня. Любимая петуния белого, ярко-белого цвета. Цветы, кстати, огромные на ней. Вот такие чашки с ладошку почти. Так. Здесь у меня тоже помидоры. Шапка Мономаха. По помидорам еще раз скажу. Полив только низовой обязательно. Убираем пасынки. Ведем в один ствол помидоры. Ну, я буду вести в один ствол. Вы можете, как вам удобно, в два-три ствола. Я в один в этом году. Вот. Помидоры на подвязках, на веревках. Вот. В предыдущих видео показывала, как убирать пасынки. Пасынки отдаляют плодоношение. Поэтому пасынок это то, что вот находится между листом и стволом. Пенек обязательно оставляем, потому что медленнее будет расти повторный пасынок на этом месте. Вот. Но перцы, еще раз скажу, травой подкармливала настоянные. Помидоры один раз подкармливала. Раз в месяц вообще подкармливать сейчас буду, потому что они начинают жиреть, если жировать, так сказать. То есть мощные стволы наращивать, габиту сгнать, листву зеленую. Что тоже плохо сказывается в дальнейшем на плодоношении. Следующая подкормка будет травой, но уже через месяц в июле. Здесь у меня в этом году также мучены арбузы. Вот они уже образуют цветочки, дыни. Посмотрю, что будет. Еще не прищипывала ничего, но подкормка уже была монофосфатом калия одна. Вот такие вот у меня в этом году простишки. Здесь у меня монпассие люблю. Помидоры черри. Вот чем они отличаются. У них вот такая кисть будет. Много-много завязывается цветочков и плодов мелких. Черри красные. Монпассие в этом году. Ну, по огурцам, опять же, что у нас. Обязательная подвязка. Убираем обязательно усы. И плодоношения у меня много пучковые в этом году выбраны. Будут именно на центральном стебле эти боковые. Прищипываем там. Вот так. Здесь салатик у нас вырос. Ну, вот по тепличке вроде рассказала все. Подсаживаю укроп в теплице и петрушку обязательно. Потому что съедает тля у нас на огородах, на этой лесной поляне все. Вот такие вот дела. У нас на 26 июня. Красавцы колеусы мои. Разноцветные. Шикарное листво разноцветное. Здесь тоже вот вроде Монпассия вот много завязывается. Ну, и желательно еще, если у вас место позволяет, бархатцы рассадить по теплице. Это фитонцидные растения. Также в капусту их можно рассадить. Вот бочка обязательно. Она должна быть наполнена водой. Она прогревается за день. И теплой водой уже. И отдает тепло в ночь, что немаловажно. То есть держит теплицу, температуру хорошую. Всем спасибо за просмотр. Вот такая агротехника на июнь. Ну и шикарненько. У меня калибрашка есть вот такая вот. Всем добра.